добро пожаловать в сорок первые вышивальные будни вы на канале люся вышьет как вы смело можете догадаться меня зовут люся и у нас тут с вами вышивальный кофе а знаете почему вышивальный потому что тут об канушечка красится да да у меня тут собирается начаться новый процесс и поэтому я вовсю занимаюсь по красочкой такие ниточки будут использоваться все что выбрала из своих запасов вот эту ниточку 38 15 я бы честно говоря до купила очень красивый цвет у меня это остаток от мелхила и я их вот так вот перематываю специально для того чтобы если что проверить что вот этот цвет он вот такой например аналог какой-то подобрать вот в общем надеюсь скоро вы увидите что-то новенькое ах да и канвушечка изначально была вот такая это луга на 27 каунта от свайгард белого цвета как вы видите пока что покрасилась хорошо но я ее еще не полоскала вот до скорых встреч и так канвушечка покрашена но сначала обещание обещала вам на прошлой неделе дошить лошадок и собираюсь за них взяться бася тут конечно же в кадре все она уже увидела камеру она отсюда просто так не уйдет значит я красила здесь маленький лугану свайгард лугана 32 каунт 27 каунта простите и размер был 35 на 42 и вот оставила вам кусочек буквально вот отрезала отсюда вот такая наблокипельно белая и я красила ее только кофе разводы вам скажу не очень видны вот так может быть видно вот так хорошо передается цвет когда бася тут контрастирует и также положила а линейку ухты не забираю не забираю все твое положила линейку для того чтобы показать вам что канва немножечко подсела сейчас мы наверное басю из кадра заберем и поподробнее вам все покажем возвращаемся в студию значит канва была 35 сантиметров а сейчас об сейчас мы с вами замеряем так где-то вот тут тут 30 и 3 ну то есть буквально 2 сантиметра она усохла и на вот этой стороне 2 она получилась светлее а здесь такой прям приятный тепленький цвет наверное вот так хорошо передается в общем буду заканчивать и лошадей и делать новый старт а и мне уже прям не терпится это будет сэмплер очек а какой вы увидите немножечко чуть-чуть прям буквально позднее так что запаситесь маленьким терпением ну лошадок конечно нужно дошить тут бэкстич будет такой трудноватый немножко а вообще вот эта вторая лошадь достаточно просто вышивается вот тут у нас есть превьюшечка вот тут у нас обиделся и отвернулся и ушел а все потому потому что не дали красной рыбы попробовать как же так мама отвлеклась на телефон и скажи ни одного кусочка что это за семья скажи зачем меня приютили да и моя радость поздравьте меня поздравьте меня я закончила закончила лошадочек прекрасных и замечательных сегодня наконец-то сделала последние белые крестики и они готовы полчаса гладила вышивку реально полчаса не преувеличиваю но все равно кое-какие помятыши остались тут мне еще некоторые ниточки остались их и так в кружочке заворачивала вот работа замечательно вышивалась легко практически все кроме бэкстича честно вам скажу что вот этот бэкстич в гриве и вот здесь был очень и очень сложный я смотрела схему схема смотрела на меня взаимопонимание достигала критической точки 0 в общем но кое-как удалось потом конечно пришлось еще раз заправлять ниточку и поправлять то что здесь было некоторые бэкстич тут также поправляла потому что ну когда отдалишь немножко работу сразу видно что очень хата как это получилось вот на самый последний момент я оставила вот эти белые крестики и прям легко хорошо приятно пошло под разговорчик с мамой я эту работу и закончила вот так у нас выглядит превьюшечка можете сравнить себе что лучше да я кстати говоря говорила вам о том чтобы менять канву я тут задумывалась сильно но сейчас я вам не советую потому что вот в этой лошадке есть полукрестик в одну ниточку как и вот здесь который очень сильно просвечивает канвушечку то есть если канва была бы белая то этот лошаденочек был бы не сильно здоров кстати говоря я тут так посмотрел на них тоже немножко подаль и решила что это все таки мама лошадь а это ее же ребеночек потому что по мордочке видно что вся мордочка как бы меньше и и глупее немножко скажем так также я изменила бэкстич на маминой мордочки потому что изначально вот здесь смотрите у нее были такие здесь две черточки прямо и направо и получалось что она как будто бы грустненькая из-за этого я просто сделала вертикальную линию и она получилась просто спокойная и умиротворенная также из замен я здесь делала пару зелено-голубых крестиков а по ключу у нее глаза должны были быть коричневого такого бархатного чайного цвета вот цвета все очень и очень приятные я вам здесь принесла остаточки в принципе остаточков достаточно неплохо осталось но на второй отшив точно не хватит давайте ка с вами посмотрим вот смотрите этого цвета было две пасмы осталось 3 ниточки так или например какой здесь был вот этот цвет 15 376 популярный осталась одна пасма и 2 ниточки ну в общем то почти половина то есть некоторых цветов бы точно хватило я думаю например вот этот 15 379 тут целая пасма осталось ну а некоторых все равно пришлось бы доложить я эти ниточки добавлю к своим ниточкам от dimensions которые ухты божечки маги рукодельница просто посмотрю если там такие же цвета и если есть то я все одни тачки dimensions сейчас туда добавляю потому что у меня там вышивка на 16 каунте а по идее должна была быть на 18 возможно некоторых ниточек не хватит вот буду брать отсюда также расскажу вам такую грустноватую историю я вот недавно хорошая и грустная недавно и отправляла открытку в россию и она чудесный достаточно быстро дошла если вы следите за моим инстаграмом кстати заходите туда и подписывайтесь то вы видели что открытка дошла в целости и сохранности достаточно быстро в принципе дни 10-12 это заняло плюс-минус а была у меня история когда я закончила dimensions что же я закончила а кафе у моря и там оставались ниточки графитового цвета одна девушка попросила у меня чтобы я ей их выслала и я выслала потому что на свою пасму потеряла я и выслала и в итоге она их так и не получила и и вообще почему-то пропала то есть она мне неделю через две написала что письмо еще не дошло что ничего нет и что у нее на почту обязательно требуют номер почтового отправления а у нас здесь больше есть несколько видов отправки то есть есть просто письмо есть приоритетное письмо и заказное заказное уже прям стоит денежек а приоритетное письмо на стоит дороже не сильно но как бы доступна цена я и отправила вот этим приоритетным письмом я знаю что за 10-12 дней примерно доходит до беларуси вот сейчас же опять отправляла открыточку это же дошло все вовремя и у приоритетного письма нет номера а девушка мне сказала что без номера посылки без номера письма ей ее на почте обслуживать не хотят в общем не знаю что там с почтой россии я не настолько хорошо знакома но к сожалению тогда ниточки не дошли пока что я такие эксперименты не повторяю эти ниточки оставляю себе потому что цвета достаточно похожи на меги рукодельницу там много достаточно теплых оттеночков черный и белый я также отдельно как бы забираю и не храню их честно говоря использую в других процессах потому что черный и белый это такие цвета которые вы всегда сможете найти подобрать и заменить и нет смысла чтобы не просто лежали пилились и ждали у моря погоды скажем так вот я в общем довольно довольно прекрасные лошадочки хочу их оформить даже задумываясь над тем чтобы одну рамочку в принципе они должны были бы туда подойти сейчас я приду назад к вам вернусь и посмотрим эту рамочку я задумывала под лошадок но в итоге оформила в них переоформила с них котов спасибо всем кто участвовал в опросе в инстаграме и помогал мне но в итоге я выбрала что на сегодняшний момент с учетом того как оформлены другие синие коты эти синие коты будут смотреться вот так и сразу скажу да она оформлена со стеклом самым обычным но у меня две полки над диваном которые стоят достаточно высоко и вечером свет туда напрямую не попадает то есть они стоят примерно под таким углом и отлично видны все цвета вот и мне кажется эта рамка она достаточно хорошо также подходит к лошадкам единственно что нужно их сложить сейчас и посмотреть по размерчику давайте кому это все берем так как мы это сделаем так тут например вот так загнули и тут ну вот так ну в общем влезут но так достаточно впритык в принципе можно сейчас сейчас я сложу и покажу вам тадам тадам ой подождите ниточку берем ну как вам идея по моему хорошо получилось здесь я загнула буквально пару крестиков но не думаю что это будет критично вообще мне кажется что это рамочка и лошади созданный люк для длюга курсы мне пора проходить курсы выговаривания русских букв значит так интересно что в детстве у меня с этим не было проблем ну как говорится все когда-нибудь бывает в первый раз значит нужно купить еще одну такую рамочку мне кажется просто будет космически прекрасно что вы по этому поводу думаете обязательно мне напишите потому что в том магазине я вряд ли буду прям совсем уж быстро и скоро у меня будет время и возможность прислушаться к вашему мнению скажем так синяя коты куда же без них они снова в кадре любимые сюжеты просто люблю невозможно рамочка кстати гора пластиковая мы с вами ее покупали и даже где-то тут примеряли как там и стоила на копейки так что с удовольствием куплю еще одну такую же и мои лошади будут оформлены так и так же покажу вам следующий неначатый процесс это здесь огромная такая эпопея скажем так канвушечка которую мы с вами красили вот тут изначальный ее цвет я так пришила обметала также по краям потому что она очень сильно хотела махриться я ей не разрешила кусочек у меня был 30 на 40 потом стал чуть-чуточку меньше и и вот здесь как видите я уже делаю разметку вы скажете люся равномерка и вышивать на разметке о чем мы тут с вами затем что-нибудь кадр все-таки положу что во мне так скучно было жить но да я решил что я без разметки потеряли совершенно ей когда разметку делаю совершаю ошибки так что все перемеряю и линеечкой и просто пересчитываю рандомно некоторые участки и размер значит 30 на 40 но более-менее такой остался этой канвы чуть-чуть она подсела и мой сюжет он прям практически тютелька в тютельку как говорится с очень скромными запасами сверху и снизу ну да ничего страшного я подумала что в принципе это нормально я посмотрела что это сэмплерный сюжет я посмотрела что там также в условиях как бы заложено несколько клеточек на воздух для таких евреев как я которые прям под корень обрезают себе тканюшечку на самом деле мне не жалко взять больше участок но я не покупала здесь ткани размером больше чем 30 на 40 обычно мне такого кусочка хватает за глаза поэтому просто у меня не было еще чего покрасить плюс честно говоря я не рассчитывала на масштаб такой этого сюжета хорошо что зашивка будет неполная так что это немножко успокаивает плюс цветов будет немного как я говорила вам это сэмплерный сюжетик так что пошла я работать дальше над разметкой возможно даже сегодня начну первые крестики если начну то наверное покажу вам уже завтра потому что у нас световой день заканчивается стремительно и бегло так что до скорых встреч а приветствую вас из четверга вчера под эфир иннушки отлично повышивалась и закончилось небо вот в этой части на наборчике свидания у колодца от mp студии и у него есть даже номер nv 713 вот хорошо в принципе поработала тут был достаточно скучный участок поэтому я решила что нужно взяться и сделать также выпал бэкстич который не доделала на колодце поэтому я вчера тоже взялась и сделала и даже немножко начала в эту деревце делать но уже было поздно и пора было спать как видите осталось в принципе ну ни много ни мало мне кажется здесь раз два три 4 5 6 7 8 9 10 ну где-то 1200 клеточек закрыть осталось более-менее плюс нужно доделать бэкстич как видите жопка василия без бэкстича у нас мурочка вообще не готова усы также я еще пока не делала главных не забыть в конце сделать если что вы мне напоминайте вот ну и остались березки и как бы небную часть вот эту я уже закончила кстати говоря как вы видите разница в принципе достаточно серьезная между небом который получается на картинке и небом на превью но в принципе моя картинка как видите она ярче и темнее получается мне нравится я видела эту работу в отшиве когда-то на формуле рукоделия так что я знала что будет красота и лепота вот но 18 каунт так что не переусердствую сегодня у меня один глаз очень сильно уставший я не знаю такое ощущение будто один спал ночью а второй нет ну возможно он работал шпионом вот так что сегодня вышивки не будет ну хотя бы сделаю для вас включение и вторая работа это жанет дуглас божечки кошечки я подсмотрела дам жанет дуглас винтаж старс называется и как видите я также неплохо очень даже продвинулась я сначала думала вышивать только такими простыми цветами но вот этот цвет увидела и думаю ну блин я без него никуда если здесь можно выбирать любые цвета какие хочется то пожалуй это точно войдет в аранжировку значит вот здесь очень светлые получились крестики не знаю оставлю их или может быть переделаю но остальное мне очень и очень нравится так же видите я здесь начала оранжевыми вчера вышивать и рядом коричневыми но мне такое сочетание не понравилось эти коричневые я буду использовать но скорее всего внутри этого элемента они очередуя я хотела чередовать вот эти звездочки одну с одной но нет это не совсем хорошая идея как по мне вот пока что мне все очень и очень нравится я честно говоря даже не знаю как будет выглядеть готовая работа я вам ставлю вот здесь какую-нибудь работу которая есть в интернете я вышиваю абсолютно не по ключу просто все что мне нравится почему потому что я посмотрела ключ и поняла что у меня есть только один цвет из всего этого я решила ну окей тогда ток-шоу импровизация начинается идет легко вышивается очень просто вот здесь даже несмотря на то что закрывается каждый крестик по отдельности так как цвет как видите неровные скажем так с переходами то все равно очень здорово и легко идет и в некоторых я вам скажу таких элементах даже легче каждый крестик закрывать по отдельности чем идти рядочком 4 туда 4 обратно 4 до 4 обратно потому что я например иду туда и обратно и заканчиваю вот здесь и потом нужно же как-то без перетяжек перейти на соседний листочек вот ну в общем-то работа мне очень и очень нравится я в восторге вот эти ниточки честно девочки бросила бы все и вышивала бы только ими такой монохром чик прекрасный прекрасно и хорошо что я их открыла для себя это номер 4030 дмс а ну-ка сфокусируйся вредный котик так мулине понятно color вот так вот называйте в общем если у вас есть возможность обязательно себе такой купите и попробуйте что это за прекрасный зверь мне все очень нравится пяльчики я взяла маленькие это пяльчики из набора дименшенс с котиком который мы с вами рассматривали пару видео назад я так его не начала потому что я что-то начала сомневаться там такая мягкая канва и будет ли полукрест действительно хорошо смотреться или получится абра козябра неизвестно вот но это это просто восторженный восторг как мне нравится вы себе даже переставить не можете в общем лепота довольно-довольно невозможно пошла дальше заниматься своими делами и может быть завтра еще по вышиваю такие вот у меня мини-планы завтра кстати говоря ну вы увидите это уже постфактум но уже не говорит завтра будет прямой эфир и будет разыгрываться рама в общем больше информации вы можете всегда найти в момент инстаграме если есть какие-то актуальные штучки например эфиру иннушки или вот как уже не сейчас будет эфир я об этом сообщаю всегда в инстаграме я считаю что эта информация должна распространяться чтобы больше девочек имела возможность потусоваться в таком вышивальном сообществе пообщаться с людьми которые с вами на одной волне ну все побежал по делам ну а на улице сегодня у нас чумовой ветер но тем не менее я иду в музей янтаря а листья так и танцуют поют небось свою песню осени а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вы посмотрите, какую милую тыковку мне нарисовали в Коста-Кофе Тут так красивенько и уютненько, и очень-очень по-осеннему Я ее немножко разбурила, потому что я добавляла сахар А вообще это тыквенный латте Осень! В эфире вечерняя рубрика «Мама, что это?» Бася еще не сильно знакома с этой вышивкой, поэтому решила, что пора У меня тут, кстати, да, это диванный станочек от компании Box Когда-то купила Считаю его идеальным решением, если вы хотите попробовать на станочке Вышивать на каком-то держателе Достаточно бюджетненько И при этом, ну, как мне, очень понравилось Есть доступ к изнанке, можно до конца не закручивать петли И парковать, крепить ниточку, так сказать, сзади Вот, так что, если вдруг захотите, можете тоже попробовать Зюська! Бася! Кто такой? Итак, заканчиваем мы нашу вышивальную неделю в парке У нас здесь золотая осень наконец-то началась Так что, пользуясь случаем, прибежала сюда, чтобы сделать последние кадры Взяла с собой тортик Тут у меня на бэкстейдже также стоит термокружечка с чаем Так что день планируется быть приятнейшим И начнем, пожалуй, с синих котов Я уже превью тащить из дома не стала Тут и так, в принципе, большинство понятно Вряд ли неожиданность сюжета ворвется в кадр Значит, осталось нам здесь Я пересчитала снова где-то 1200 крестиков Потому что в прошлый раз я не посчитала вообще Мурочку Не ввела ее, так сказать, в подсчеты Да, у меня один ноготь такой волшебный Значит, что повышивала? Немножко красненьких крестиков на самый конец А вообще, я была большая молодец Потому что я терпеливо вышивала все небо Вот здесь даже полкрест в одну ниточку светло-серым цветом И также начала вышивать березки Хорошо мне, в принципе, это далось Отлично пошло Но, как вы видите сами, на 18 каунте нужно очень много усилий Для того, чтобы увидеть совершенно небольшой результат Но я надеюсь, что планы мои сбудутся И эта работа будет готова Я планирую к 1 декабря ее закончить То есть мне остался ноябрь и чуть-чуть октября Ну, в принципе, да Если сесть, то можно сделать Также я жопку Василия, наконец-то, отбекала Осталось ему только хвостик отбекать И усы Усы, я постоянно себе об этом напоминаю Чтобы их, не дай бог, не забыть Мы подождали, пока пролетит самолет А так как аэропорт находится совершенно недалеко Очень это достаточно громко Так что переходим дальше ко второй работе Horse Pals от Dimensions Готовая работа Как же я рада О! И солнышко как раз спряталось Так что мы можем во всей красе Попробовать показать эту работу Чудесная осенняя Такая замечательнейшая Немножко бликует стекло Но, как я вам уже и говорила Работа будет стоять на такой полочке На которой ничего из этого не будет видно Никаких бликов Потому что стоит достаточно высоко И стекло не отражается Да, мои вкусняшечки тут привлекают Местную флору и фауну В основном мух, конечно Кстати говоря, у меня к вам вопросик Может быть, вы знаете, ко мне на 9 этаж Повадились летать осы Я не знаю, почему осы или пчелы Я тоже их не сильно различаю И вот они повадились летать И я не знаю, как их отвадить Потому что нечем их кормить, честно говоря И вообще, по-моему, они должны уже спать Если вы знаете, то вы мне, пожалуйста, скажите Потому что я боюсь этих созданий Вот, работа получилась чудесная 13 на 18 По поводу рамочки Я ее сняла из рамочек с синими котами Это были... Какие же это были коты? В общем, наверное, подпишу вам Или не вспомню просто В общем, морская тематика Я туда купила такую же рамочку Но с серой окантовочкой Я вам вставлю, наверное, фотографию А сюда вот взяла такую бежевенькую И все идеально подошло Просто красота Даже крестики в итоге И не спрятались Почему не спрятались? Я эту работу постирала Что у меня случилось? Вот эту конвушечку Мы с вами красили на прошлой неделе Кофеечком Или даже на этой неделе И я ее проглаживала И на утюге остались, видимо, какие-то пятнышки Поэтому, когда я начала гладить лошадей Через некоторое время я поняла Что мои лошади тоже стали в пятнышки Я пошла их постирала Помыла утюг И теперь у нас все хорошо Но работа чуть-чуть деликатно подсела И теперь она отлично вписалась в эту рамку Я довольно невероятно И еще смотрите, какой я листик сердечка нашла Мило-то, мило-то Вот так вот И третья работа Смотрите, какие замечательные продвижения Это Жанет Дуглас Винтаж Старс Всего в этой работе будет 8084 крестика Из которых неизвестно, сколько у меня вышито Я вышиваю по Крустич Парадайсу Но я не закрашиваю Почему? Не знаю Мне просто неудобно Не хочется тратить на это время Я подсмотрела схему, что мне надо И вышла И вы можете здесь легко понять Что некоторые элементы Вот этот, например, вот эти Или же вот этот Вот эти все Они повторяются То есть вы вышли одну звездочку И посмотрели, как сделать переход на другую Дальше уже идете на автомате Вот здесь, конечно, по замудрюню Узорчик нужно смотреть Тут тоже ничего сложного, в принципе, не было Когда ты дошел, сделал одну четверть То дальше уже легко можешь идти Вот Я очень довольна Работа красивенькая Работа у меня будет 29 на 31 сантиметр На 27 каунта Линди Которую мы из белого перекрасили У нас здесь где-то даже был кусочек Вот Сейчас посмотрим Подержи Я вам сейчас разверну Чтобы вы понимали Вообще масштаб действия Потому что я его не понимала Пока не сделала полностью разметку Вот Так, еще раз А где же мой пришитый? А вот он, пришитый кусочек Значит, вот такой белый изначально был цвет О, вот так хорошо эти цвета даже передаются Вот Ну, в общем, сами можете посмотреть Осталось достаточно много Осталось, я так говорю Как будто уже над проектом мы тут год работаем Вот Но я очень рада Мне очень нравится Идет легко Есть вопросы, да, по подбору цвета Потому что некоторые цвета, которые я подобрала изначально Я смотрю, что будут либо слишком темными Либо как вот этот Наверное, достаточно светлыми Здесь будет аналогичный угол Мне кажется, что если просто вот Два их оставить такими светленькими То ничего страшного не будет Вот Также использовала вот здесь цветную ниточку Которую я показывала вам ранее Ну, это просто восторженный восторг Это не ниточка Это настоящее волшебство Магнитик у меня Hardmade Это просто крышка из-под Не знаю, пива или лимонада какого-то Ой, подождите-ка Мы все соберем Я даже, как видите Сам магнит не приклеивала к крышке С обратной стороны тоже магнит Вот, кстати говоря, моя изнаночка Если кому-то интересно Здесь самая главная Ток-шоу-комбинация Начинается, когда нужно перейти Из одного листика на другой И при этом не сделать протяжечку Вот Ну, в принципе, ничего сложного Я вам скажу Если вы вдруг возьмете И захотите эту работу вышивать То я вам желаю удачи Потому что очень легко пойдет Сто процентов Это такая работа, которую можно Вот даже после тяжелого дня Взять и с удовольствием повышивать Если говорить о крестиках Сто пятьдесят три на сто шестьдесят четыре крестика Если вдруг вы захотите рассчитать для себя На какой-то другой каунт Вообще, я очень-очень довольна Что я взялась за эту работу И что я поменяла цвета Я вам показывала уже Какие есть оригинальные варианты Вот А мой будет неповторимый Все Прощаюсь с вами Желаю вам хорошего настроения Здоровичка крепкого И погодных денечков До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok